Ну это предсказуемо, я вот хочу заявить тогда на всякий случай, что не собираюсь сбегать из СИЗО, вообще считаю это невозможным, не собираюсь нападать на сотрудников, а также вешаться, топиться, падать с высоты, биться током, иным каким-то способом наносить повреждения себе и окружающим. Также не собираюсь признавать вину, либо заключать какие-то сделки со следствием и кого-то оговаривать, но опять же на всякий случай хочу назвать фамилии тех людей, от которых зависят условия моего содержания под стражей. Все вопросы можете задавать им. Это Иван Николаевич Кокаулин, начальник СИЗО-1, полковник внутренней службы Андрей Игоревич Подняков, зам по режиму подполковник внутренней службы. Александр Николаевич Калпопов, зам по воспитательной работе подполковник внутренней службы. Министерова Марина Петровна, майор внутренней службы, начальник психологической службы. И мой главный фанат, старший утрополномоченный, капитан Воронин Денис Сергеевич. Поэтому, если что-то со мной случится, звоните им, потому что, как я уже сказал, реально опасаются своей безопасности. Предполагаю, что могут сейчас заблокировать мне доступ к системе в СИН-письмо, чтобы я оперативно не мог какую-то информацию об условиях моего содержания передать. Поэтому, наверное, адвокатам придется чаще в этой ситуации ко мне заходить, чтобы проверять то, что там происходит. Поэтому еще раз благодарю всех, кто ждет, надеется, верит, помогает. Кто помог инициировать, наконец, проверку в этом самом лучшем российском учреждении, о котором на самом деле ходит очень дурная слава, как рассадники абсурда по сравнению с другими аналогичными учреждениями, которые действуют на территории Российской Федерации. Поэтому надеюсь, что общими нашими усилиями мы немножечко хотя бы там порядок наведем, чтобы наши красноярцы, и не только красноярцы, я же писал Александр Викторович, это тоже калитка такая в Сибири-Енисейской, куда-сюда этапами люди идут во всей стране. И что они подумают о столице Красноярского края, богатейшего региона, где люди сидят в тюрьме без воды, нормальных унитазов, нормальной еды, медпомощи, в этих унизительных и позорных условиях. Поэтому будем вместе исправлять ситуацию, раз уж я там оказался. Молчать не собираюсь.